приветствую на канале Асмодэйплей мы продолжаем играть жизнь после вообще по идее надо предателя найти и башку ему отрвать самое что удивительное дополнительные задания идут совместно с основной сюжетной линией вот что мне самое что понравилось что можно их брать выполнять и тем самым как сказать не отвлекаться хочешь выполняй хочешь не выполняй конечно ну ради интереса все равно выполняешь что-нибудь байк у меня в порядке порядка загляни позже я хочу у меня еще есть вот подожди сначала вот сюда как тебе новые хоромы если что я здесь пою мать уже ударил у меня еще керосину надо покупать ой покупать керосинку новый покупать на нет раздобыть где-то надо это керосин закончился все привет шизо как поживаешь как тебе новые хоромы а где-то вон он и первых я тебе не брат и да я знаю зачем ты это сделал дик послушай чёрт сам знаешь ничего личного просто по-другому было никак поговорить майка скажи ему скажи я просто хотел спасти лагерь все только ради этого да щас я с ним поговорю как только тебя признают виновным я попрошу его отдать тебя мне как наступит полночь мы с бухарем свяжем тебя положим посреди шоссе и будем ждать орду прекрасный день брат послушай меня интересно каково это когда тебя рвут на части жрут заживо дик я просто хотел остановить карлоса упокоителей и защитить лагерь нам же без него не выжить знаешь что мы все равно так сделаем даже если тебя оправдают бываешь 96 процентов а где еще 4 а видимо когда сделаю это прекрасная идея прекрасно среди друзей да пошел ты еще раз говорят мне брат тебе уже ни к чему я не хотел просто меня вынудили я не думал что получится два раза тебя вынудили как я поверил этому козлу хочу смотреть рукой никак у бухаря не гнить не будет что ему уже не понадобится ко мне вместо чего если вместо арбалета то не надо блин вместо арбалета нет мне арбалет больше устраивать в списке врагов будет только одно имя твою на что-то не понял фотографии это голове жопу у кого-то тут еще извращением занимался что ли так и знал что никакой не бандит так ладно нормально все нормально ну-ка смотрим что у нас других лагерях пока ничего нету здесь по идее счет ва кстати он там еще не волнула на заедем узнаем не могли ее взять ветеринар был занят и мы все же ее взяли тогда не знали сами что же будет между нами по лагерю да вместо чтобы ходить буду на мотоцикле разъезжать пикарно живу свое удовольствие забираем шнуры интересно девчушка только которая убежала от чёси теперь надо отнести выжила нет кому не попасться что тут у нас ничего вот так вот чтобы никому не попасться давай а меня там дома ждут да но вроде никому не попался так меняем особое состояние среднее блин дальность урон вообще не практически не поменялся дальность только проникающая способность не знаю меня в полный арбалет устраивать особо урон урон снижается все остальное повышается вот только тем стрельбы снижается все остальное повышается за три это 4 не знаю мне арбалет вполне устраив он и бесшумно до зайти кэдди руку сдавать единственный гость хватало мне заражение знаем и к чему это ведет вы всегда были близки действительно как брат и сестра папа стоять а это свеча думал бы не инструмент мотоцикл мотоцикл зайти взять как думаешь фрики что-нибудь помню кухню блин а где здесь давать то может а вот у них нет разок раньше я что-то читал про это я тебе мясо я тебе продам это то что им надо поди или чё надо сдать настолько ну извините волчатина идите пока мясо вам хватает кушать и как забинтовываем руку на хорошая перепалка было я больше не могу ты чего что на тебе нашла я вообще ветеринар ты понял я училась лечить коров лошадей и прочих копытных это что похоже на копыта нет ты видел что стало с бухарем я так уже не могу тут только умирает дико я не врач для людей ну да и мне пофер мне также все равно нет другого то все равно не так что человек не человеку хрен разница ответок вдвойне ценно еще животных может подлечить обувь собака так значит ты где не врач ну что что ты не врач ты спасла жизнь мухарю вот так это все-таки что это значит блин угород стоит я пошла глянуть на взрывчатку мало ли вдруг упокоители сопрота потом пошла к шиза глянуть на шнуры а надо было сразу сюда времени терять я был пацаном когда отец нашел под сараем крысину нору и знаешь что он сделал дождался утро чтобы они уснули закрыл дыру фанерка и велел тащить садовый шланг и сказал мне как сейчас помню лучший способ убить крыс в норе утопить их днем ты хочешь взорвать резервуар над лагерем да все так дико не я помогу ему покоится с миром дико нельзя так где почему из-за майка и вашего сраного перемирия шиза и удавить готов но в одном он прав карлос не отступит люди его не отступят и ты это знаешь у тебя не личный мотив еще какой личный куда уж личнее то мне понравилось это за только плотину взорвать к бухарь я иду к воротам ты готов ладно сейчас буду подожди крутая пушка подарочек вообще-то возвращай позови меня тебя позову я два раза уже на арбалет меня вы чё падали а вот арбалет вижу завод ты как мы поступим с этим гадом мы же не допустим чтобы майк правда устроил суд нет не допустим но так какой план я эти места хорошо знаю сара работала в лаборатории к югу от айрон бьет куда едем так блин я вот сюда хотел в нейрос ездить ладно я раньше ездил туда забирал ее на обед на этих дорогах я учил ее водить байк джесси карлос как он там себя теперь называет он обосновался в гольф-клубе юг от клуба располагается водохранилище crescent lake мы с тобой взорвем эту мы я видел его кстати хлынет вниз и они все захлебнуться как крысы это чё за погоди на клуб же вроде на холме да король листом ему скорее всего ничего не будет зато все остальное их логово смоет и джесси потеряет большую часть своих людей если джесси останется шейф мы застанем его врасплох именно потому едем прямо тогда теперь надо только придумать как незаметно пробраться в долину ничего доедем только держись крепче крепче да ездить с бухера с бухара а это у меня есть странно удивительно ладно пока некоторые мои получаться запчасти до полетели хорошо будем смотреть это по сторонам ну-ка ну-ка вот дай-ка я посмотрю понятно так не ну елки нужны нужны дел опа 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 стой 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 где-то тут вот она подожди плюс два побеги кедра садись бухарь поехали давай колодец остановимся а в чем с деталями вот поэтому мы остановились заправим деталей ну что тут блин такой истекаемый источник садись стой это чё это мне надо тут уже до получать он в тот дом заехать что ли в большой керосин нужен нужен керосин вот так так и за что нечто подобное мы здесь можем найти авто бутылка так 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 дает твое мать бухать жди вот он пока вроде есть все у керосина все равно не хватает 1 керосин поехали попливо тут есть нет о стой елка так нам еще заправиться надо будет пойдем вот этот дом если я не ошибаюсь и 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 что-то не в этот дом точно не в этот куда ты пошел то нахуй назад 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 а пока не покажу так не будет да давай открывай не так уж трудно не так уж трудно но дом только не тот где-то здесь это точно знаю блин что за ерунда или домом ошибся черт это закрыта сарайка то ну вот охренеть и нахрен и капкан домом ошибся кликнуть не успеют да буду думать что-то не то поехали бухать а что-то топливо не показывал ну что не израсходуется и 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 от и и и и и Упокоители! Вижу! Надеюсь, собранные упокоители. Мне ответить! Не надо! Убейте его! Надо перезарядить. Да твою мать! На! Я тебе немного помог только. Черт сейчас! Подожди, там сто процентов. Теперь мое. Нормально. Уж чего-чего, а вот это оружие не умею делать. На! Освобождение! Твою мать, я тебе так освобожусь сейчас. Так. Ты как? Да я-то нормально. Бывало и лучше. Ладно, пошли. Пора закругляться. Давай. Я прикрою. Ладно. Пора закругляться. Да, а вот так вот. Ладно. можно поди проехать но мотоцикле взять конечно да можно проехать ну почему не по верху ну ладно как понимаю историю бы все равно бы не изменили сначала сюда за и хочу проверить одну вещь нужен ли нам бензин не смотрите к не нужен утекание колесом а а и и и и и так отсюда надо двигаться на юг я за тобой так смотрим дайте угадаю нет топлива но разумеется так вот она бензин да сейчас заранее заправим давай то что надо готова понятненько а где у нас все эти фрики там уберите что все подохли уж слишком простенько это будет там мы проверили там мы сбили да сбили на всякий случай проверим опа и он туда можно уходить или мы по туда приходили когда пешими были думаю можно начинать нас посмотрим что здесь есть сломан зеленый свет зеленый это хорошо все он заработал смотрим ну ладно что у нас здесь документ передвижного медпункта подожди так то вроде все есть папа вот он да я торнел рабочий хоть в жизни увеличил жизни давно не увеличивали а не понял где кровать вот это нет или вот его здесь вот она должна быть или вот эта кровать не обозначена даже ладно а а а а а а а а ворюга туда-то можно сходить а хотя куда это туда смотрю к развернусь он туда туда там не обследовано территории ну-ка давай-ка проедемся бухарь ты готов это прекрасно что ты в боевом настроек давай покидайте зону мы вернемся туда не беспокойтесь мы просто вот открыли небольшой участочек за заборчик как интересно здесь у нас алтарь для жертвоприношения пока бухать пойдем я посюда по моему до уезжал прошу серита она сам что заглядывал примерно на нее куда направляемся отклоняйтесь от дороги в дороге под их иначе вот она вот она ну что легко не будет да будет так ты что делаешь ну и сейчас прихвачу туда этот рюкзачок и очень вежливо и аккуратно заработал сам ухарь ну а ты будь здесь и прикрывая меня пока я устанавливаю заряду я справлюсь в перестрелках я не силен на взрывчатку то я заложил умею работать со взрывчаткой афганистан прошел а вы точно знаю куда ее ставить чудно вот и подскажешь меча куда ты готов правильно бухать так говорит есть такие места куда одному то лучше не усоваться я буду на этой вышке с нее просматривается вся плотина подожду здесь пока ты поднимешься на прошлый раз они не дали туда подняться давай грибы собрал грибы так не откроешь а как откроешь и бомбы за мне блин для суд для бомб есть о чем с бомбами эти не могу осколочные эти почему-то тоже за грамм на все закрыты сейчас пост а с хренами у меня опять винтовка то давай быстро и незаметно понял бухарь а ладно иди иди ну наконец-то да отойди ты где поставить первый заряд видишь мостки которые наверху плотины пошел туда это не поймал где-то так ставлю первый заряд а вот вижу тебя ветучие мыши какие-то молодец бухарик так держать да кто где не вижу не останавливайся ходу ходу я закладываю второй заряд волны пошли я разберусь господи сейчас да пожалуйста делаю что могу у меня есть даже байки для тебя специально сейчас ой 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 где еще один на большую трубу у основания плотины это напорный водовод хорошо хорошо иду туда так так третий заряд я на месте ты шевелись там а ты сам попробуй одной рукой и ножом рука нож это круто я даже немного завидую готова готова я тут малыш занят уберешь их да да кто меня ты отстреливаешь что там сам хоть немножко хорошо стреляешь так держать конечно стараюсь сказал я тебя прикрою четвертый заряд ну что я все заряда заложил беги бухарь быстрее я не могу давай блин наш выгнулся туда чтоб посмотреть смыть их нахрен ха 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 хаad ахахахаха хорошая шутка с ягодное смешно да ахахахах ухахахаха в각у вообще хотел конечно перестрелять и пойдем за джейси было еще пониже прям реально чтоб потоком грязи и камней его нахер закидала когда я посмотрю что здесь осталось а так нельзя что ли охренеть ладно значит она все равно в направлении подвигаться слушай брат ты молодец круто все сделал по моему я пару раз чуть не сдал ты уж извини о чем ты говоришь я такого драйва не испытывал с тех пор как помнишь как нас обложила орда в думала мы еще не закончили блин значит только по этой дороге да только так все мы поняли вас слушай брат ты молодец круто всё сделал на по моему я пару раз чуть не сдал ты уж извини о чем ты говоришь я такого дра его не испытывал с тех пор как чёрт помнишь как нас обложила орда в туман мы еще не закончили на нам же еще надо выследить убить этого вожек от как думаешь сколько мы убили не знаю и они сами напросились на сами напросились как и всем вот одно дерево нах я хотел здесь проскочить ну что дальше придется пешком может останешься посторожишь байк от всяких бродячих упокоителей нет байк меня сейчас мало колышет вот уж нахер в этом виноват джесси он хотел расплаты будет ему расплата но теперь пошли в гольф-клуб хорошо показывай дорогу господи вот так же наверное было после всемирного потопа ливанула и смыла всех грешников да только в этот раз господь бог ни при чем ты меня понял чёрт упокоители как они живые то остались это ненадолго это мы че исправим да да сейчас а есть да это громила а и 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 господи если у меня поймать отъелся падла на своих да куда ты с дубину это дебил у меня ни хрена загнал там угол охренеть так у нас не надо вот так вот и пылес падла это был последний готов искать надо довести дело до конца эти еще более угасенные чем обычно посмотрим что с этой стороны сначала это я по сюда выбирался здесь людей пытали тут я не понял что тут у нас ну давай опа так вот туда тебя лезть не стоит подожди я утру тебя спущу если со мной что случится недалеко отсюда тронет это ты слушай там наверху не карлос не отец психов упокоителей там чертов джесси вильямса подонок и вонючий жалкий говнюк который получил по заслуга понял так что иди туда самому хочется это порошок мне дунул наркоту наркоту не так сразу да а где же зрители благодарны или неблагодарны как правильно теперь мне виден путь да мне тоже вот так покойся с миром жизни ты за это ученого обозначают во всех оба цель что за букву то нах мы просто так нарезали алфавита себе все да да все и без тебя бы не вышло да приятно снова побродить по одищу но я так скажу махать лопатой и полоть грядки тоже в общем то неплохие занятия джесси нет сколько их осталось смысле тех кого мы знали никого никого не осталось всех перебил черт я мне жаль старик мне тоже пошли пора смояться ну если во время прицеливания переместиться или разум камеру вас не за точно стрельбе определен навыки позволяет минимизировать этот эффект мы с тобой в общем уже пару лет не общались ух ты просто молится я думал что раз тобой там моя или заберет нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить а потом когда начался этот ад на земле я решил что тебя нет или тебе насрать извини за грубость вот потому я пришел до сих пор не знаю надеюсь ты есть надеюсь есть высшая цель для всего этого дерьма да только какая цель устроит а тебя или нет вот и все мы мы с тобой еще поговорим дик до реки сказала что ты можешь быть здесь ну у меня просто колени больные поэтому я столько лет не молился я не из тех кто ходит в церковь даже после того что пережил в кэмп шермане но теперь после всего этого я подумал что может быть уже и пора у меня не было выбора у нас у всех есть выбор дик пока мы не умрем мы или они да всегда мы или они но так всегда было есть и будет всегда почему все катится к черту просто надо понять что мы это каждый живой человек кроме тех кто ходит в засранных штанах и жрет людей нет ты знаешь нравится тебе или нет но таков наш мир да что делать молитвами его не изменишь ты можешь мечтать о другом мире но это будут просто мечты мечты тут вообще ни при чем мы сами творим этот мир своими поступками правильно все мы я его отпустил шиза честного суда все равно бы не вышло ты его отпустил велел ехать и не возвращаться господи майк ты хоть понимаешь что ты натворил да предотвратил убийство и знаешь что мне от этого легче а мне это каково нет он это рассчитывал на него так что у нас я просто задумался вот встреча с нейро немного осталось растерзаны видимо где-то тут еще осталось этого еще чуть помочь надо все что есть немножко короче да а тут опять арбалец смотрите-ка я могу помочь да нет наверно нет не доступных миссий лана по коллектив всем тебе вас как дела тебе нужны тонны топлива сто лет тут просили нету сто лет пара дней не больше заходи ну нет вот это сцепление слушай да знаю я где сцепление я не поняла тебя учить но про сцепление я знаю ладно хорошо тогда давай сама пробуй сейчас воспринимание как жену учил кататься на велосипеде на мотоцикле слышь здесь не паркуются да я приехал за свою территорию давай короче ду отсюда ну ладно быстрее быстрее попробую развернуть такую махину дебил вообще-то знаешь что я пожалуй здесь подожду честно постараюсь не мешать тебе работать по уголам это офицер мур пришли те ребят к воротам слышь придурок это запретная зона сказал же вали отсюда короче эй ты а ну стоять я сказал уезжай я пытаюсь донести я приехал за читать не умеешь вот блин ты смотри я имею право применить оружие да ну спасибо что предупредил простите вы знаете этого козла зла простите за обращение знал все в порядке честно я извиняюсь и кстати же дико это не я с ней это она со мной припаркуй тележку почему ты все время так делаешь как ведешь себя как козел слушай он первый начал тебе что 5 лет аккуратнее переключай надо давать достаточно топлива повышай обороты я поняла да я слышу как на автомобиле только на мотоцикл из нарушен но никогда ты за рулем на сегодня все все ты говорил можешь быть черта бухарь с парнями хотят гонять в окружную тюрьму навестить джека то есть ты меня продинать чтобы повидать какого-то уголовника он не какой-то уголовник я знаю знаю я пошутила побыстрее хотя мы без шлемов так по идее или там в америке можно так гонять без шлема не разбились ну ладно ну почему каждый раз как я сяду на твой байк нас норовит сбить какой-нибудь охренеть не 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 спокойно ты молодец молодец на твоем месте запаниковал ушел бы за нос и угробил я чуть и не угробила я да не просто задумалась отвлеклась и все нормально успокойся отдышись я не понял о чём ты задумалась да так просто всякая на работе ерунда все работа я просто думал может увидела мою новую нашивку новую ты что нам от стой ты ушел из клуба я не ушел из клуба я в жизни не уйду на нам от означает но что я буду меньше участвовать в их делах я ведь тебя об этом не про я знаю знаю понятно что ехать ты готова смысле нет ну а куда деваться вот что значит на мат неактивный такой участник уже при лучшей хочу прихожу хочу не прихожу как думаешь твои родители приедут на свадьбу не знаю просто я думал если я выйду из клуба мне кажется им будет все равно дико но ты им хоть скажешь ну если хочешь но я не собираюсь меняться сама или менять тебя только чтобы порадовать моих снобов родителей ладно осторожно да вижу они не к вашей лаборатории поехали за вашей лаборатории что ли там все это началось не знаю я думаю никто из них уже давно не бывал в церкви тем более ты же не хочешь чтобы перед часовней выстроилась 27 хорлеев а эти чё тоже стали там на обочине ну ладно опять сирены 27 хорлеев что там такое не знаю мисс вы таки вас искал шеф что-то срочно вечно срочно да я уже иду понял надо бежать что прости ничего наверное просто пожарная тревога сработала я понял но сейчас не плохо ну давай потом созвонимся все поехал да а такая девка у меня все конец это страшная стулья извините 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 ну зашибись да опуск да опуск а обрайан это дико на ответе обрайан это да возьми ты уже раз и падла да я сам шоке слушай короче когда вы все валили ты сказал вы не берете гражданских только персонал неру федералов людей с допуском так нет заткнись и слушай меня сара моя жена у нее был допуск на ней был бейдж с именем когда я посадил ее вертолет давай ты просто посмотришь это мне уже нравится у у нее был федеральный допуск она вела исследования какие-то фармацевтические да хер знает что она делала вот так да обрайан не забудь ты мне должен охренеть вот вроде два раза похоронил и все равно есть надежда еще 30 процентов надежды у нас был маленький офис и вольер для собак за пределами сестерс собак было около соли у брайан что у тебя говорит надо встретиться о господи у брайан ты можешь просто мне сказать что нашел она жила или нет давай хорошо все понял так припасы тебя ищет майк он сказал бухарь слушай скажи ему я скоро буду мне нужно помнишь я тебе рассказывал когда сара погибла а неру драпали в общем они взяли с собой только своих федералов и тех у кого был федеральный допуск дик ты это вообще сейчас к чему короче может я зря трачу время но надо кое-что выяснить конец связи актер с оружием ясно понятненько заходи почаще так тут у меня пока ну давай доедем посмотрим потом одну единицу топлива то смогу потратить нет доступны что там за информацией убрали так мне так здесь в нейра я побывал он недалеко до кассирова туда поехал давай-ка вот сюда что ты можешь мне сказать такого чтобы стоило выслушать пока рассвет надо быстренько доехать дик это таки заезжает для тебя дело есть успей привет ладно постараюсь конец связи так привет можешь заехать куда я только выехал опять мне работу подкинешь ладно заскочу конец связи что это радио свободный орегон правда освобождают борьба с терроризмом глобальное потепление все это уже не важно потому что живем мы теперь водище слушайте внимательно давай Субтитры сделал DimaTorzok Так Уберем Так что ж получается Твой мудрый совет Коупыта исходить из того Что все вокруг врут Так что ли? Но это Ведь это и правда хороший совет Запоздалый правда Но все равно Ну все равно Правильно Подожди А где эта табличка? Эх Охренеть А я и не знал Ладно Осталось немножко Тогда доехать Подожди Мне не надо запчасти взять Ой Мне не нравится этот звук Где-то их тут больше Ухо фрика Блин Мне вообще всего лишь запчастей надо было Так Так Вот Ну давай Надо по карте Кстати еще посмотреть Где-то я нахожусь Запомнить место Так Ну вот На заправке Мог бы до лагеря Там где-то ехать На ховой даре Хотя я бы там не заправился Вот это Тоже своего рода Вот так Ну вот порядок Поехали На Вылетел Стой Я думаю Вы тут и сами так справитесь Как-то же вы отстреливайтесь Без меня все это время Так Маячок Неру Интересно, что они тут делали Да Интересно, что мы увеличиваем концентрацию Домер Вот так То что надо Заметка номер один Девять шесть Мы ввели тысячу миллиграммов кетамина Женской особи И приступаем Что это за жуткий звук Это это тварь Мой ответ На твой Вот сюда, наверное, для начала Телепортируемся, потому что мне надо взять Арбалет, а как без арбалета-то буду Ну и заправлюсь как раз Свободный Орегон Правда Освобождает Знаете что? Так Пока все это не произошло Мы по-заезжаем Живали все подряд Это лишь бы быть спокойны Как жирные и счастливые коровы Еда, телек, выпивка, героин Это работало Извините, не просто гуляй Шкаф Теперь мы ощутили всю боль сполна Да капли Мы смотрим на мир Широко открытыми глазами Теперь вы видите, что с самого начала я был прав Теперь нас никто не проведет Именно мы теперь стоим у руля И справляемся в сто раз лучше федералов Вдохните полной грудью Вы свободные люди А блин И никто больше места-то нет Не лишит вас этой заправить С вами Марк Копланд Это ракурсованный Орегон Не верьте лжи Заправить Да, Коуп Я ощущаю эту боль А кто не ощущает Ну, Джессик, Карлос, Уильямсон Успокойся с миром Так, куда мне? Заехать Что-то взять Здесь заехать Нет, давайте сначала Вот сюда А хотя подожди Темнеет Темнеет Раз темнеет Давайте вот сюда Съезжу Узнаю, что надо Этой бабке Следите за своим здоровьем Следим за здоровьем Эй, да это жди А вы кого хотели увидеть? Эй, как дела? Ну Топливо Топливо А топливо-то все меньше Ничего не знаю Он не всем обязан Я могу помочь? Дик У меня для тебя работа Только ты справишься Что за работа? Помнишь, я на днях тебе рассказывала Что у нас еда пропадает? Да Уиллер сторожил Если бы сторожил Он нас обкрадывал А потом взял еще людей И свалил в лагерь К северу От озера Пэдженс Знаешь такое? Да, знаю Найди эту сволочь и убей У него есть карманные часы Рабочие Принеси их мне Уиллер Понятно Понятненько Вот Сейчас мы тебе принесем Я бы так голову бы тебе в корзинке принес Но Ну Ага Ну ладно Думал Телепортироваться туда Ну видно не выходит Но я думал и ночь пройдет так-то Ой Стоп 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 Это что у нас Канистра Пока не нуждаюсь Ладно О О О О О О О О Реально я успел Здесь Должно быть Это лагерь Внутри Пойду пешком До сюда я доеду Вот сюда схожу Сначала Дай памяти жене А потом уже все остальное Все в одном месте нашлось Замечательно Привет Поговорим опять Знаю Знаю Я уже давно Тебе не навещал Просто В общем Мы снова столкнулись С упокоителями Пару дней всего С Карлосом Ну короче Оказалось Карлос Это один наш Бывший знакомый Когда-то он был Не последним Человеком У нас В мотоклубе Да Знаю Удивительно Что он выжил Джесси Мать его Уильямсон В то время Как столько наших Погибло И я тебе не рассказывал Про этого Джесси На ум Потому что тебя бесит Когда я говорю Про наши дела Скажем так Произошло нечто плохое Очень плохое И Джек Он Ну Он выгнал Джесси Из клуба Но если ты не в клубе Ты не можешь носить цвета И вот тут проблема Проблема в том Что у Джесси Была татуировка На спине Такая же Как у меня В общем Я Бухари Джим Мы Его прижали А Джек Взял горелку И Выжиг ему Татуху Вот так Вот тебе Не свели Побыстрому Не горжусь Я Я не рассказывал Тебе Потому что Потому что Знал что Ты Не станешь Жить с тем Кто способен На такое И слушай Я бы сказал тебе Что я изменился Но Теперь ты уже Уже нет никакого смысла брать Я его убил Джесси Мне пришлось Он Превратился в полного психопата Но На этом мы не остановились Мы с бухарем их взорвали Утопили Вообще Разнесли В лагере Утопили Всех Не взорвали А утопили Мне их не жалко Просто хочу Чтобы ты знал Ладно Мне пора Поговорим еще Я пойду сейчас убивать Поблизости Хорошо Хорошо ну вот так заправимся Вот так. Ой-ой-ой. Я что-то видела. Боже, вот как... Ай, какой пустой кустарник! Да где ты? Еще? Снайпер может где-то есть. Всегда пригодится. Ты что там с этой стороны делал? Нет, не могу. Давай. В другом месте поставлю. Ну, чудо-сюдо начало было двигать. Так. Где еще тело-то? Ну, вот оно. Что-то взял. Берем порох. 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 Это вообще хорошо. Так. Карманные часы. Вот они. И здесь еще заправка есть. Точно здесь труп находил, помню. вот это. Да. Так. Что тебе надо привезти часы? Да. Да твоё ума. Мне нужно одну деталь. остальное пока оставим. Сейчас мимо Орды опять поедет. Если они еще не ушли, конечно. Вот она. Один есть. За мной не пойдете? Можно было Орду им, кстати, привезти тогда бы не охренели бы. Ну, сейчас там уж точно не догонят. Открываем, Маша, дверь. Я привел товарищей. Тихо-тихо. Они догнали, они не догнали. Меститель обосрали, не сидит. Торды-то. Чем могу помочь? Как торговля байками, Зенни? Так. Пожалуйста. Пойдем в часы и отдадим. Увидимся. Что нужно? Такер, с ним все. Хорошо. Теперь Уиллер сожалеет, что разозлила аду Такер. Ты знаешь, боюсь он уже вообще ни о чем не сожалеет. Ха-ха. Я перевела кредиты. И даже не сомневаюсь, я найду способ поговорить вас с Бухарем, присоединиться к нашей дружной семье. Ну, дура ты. Удачи тебе. Дружная семья, 25 процентов. Утрофейная охота туда. Так, теперь мне надо доехать. Отсюда. Эй, Зенни. Брут. Отсюда. Надо доехать до сюда. Тоже какая-то миссия хорошая, для хороших людей не жалко. Все-таки я там живу. Тут снег. Там не было снега. Сейчас снег. Опять с дождем такая. Фьюзик. Канада какая-то. Походу делал. Сначала что-нибудь. Бас. Как жизнь в лагере. О. Ладно, ладно. Сейчас оправим. Ладышу. Ну, говори, что у тебя. Привет, реки. Как дела? Чапку надо. Ребят были на вылазке к северо-западу отсюда и столкнулись с группой намадов. Проследили за ними до лагеря на севере от Милаква Лейк. Так и что Митчелл и остальные не убрали их? Они не намады дик, а Митчелл вообще еще зеленый. Даже не знаю, он стрелять хоть умеет. А какого хера вы тогда пускаете их водища? Хочу, чтобы это сделал ты. Лос-плей просит о помощи. Ладно, ладно, я этим займусь. Пока снег я схожу и пристрелю всех их. Есть охрененные товары. Так? Хватит. Нам куда надо? Ну вот сюда. У нас уже дождя. Для начала. Чёрт. Чёрт. Нет, мы как-то по-другому заезжали в лагерь, я помню. где-то там должен быть проход-проезд проплыв, я нужна. Фрик. Я была на работе. Так выяснилось. Последнее. Какой закрела. Маги. Первый фрик. Я была на работе. Как выяснилось. Надо будет изучить этот момент. Болото. Заносы. Вот что снег делать. У меня лысая резина. Кстати, как чё с насчёт резина-то. На этом мир какие-то по идее не должны ходить зимой. Это был чё за волк такой? Волка. Иначе сохраняли бы он не одогнал. Волки не могут догнать просто. А вот трупешник волка. Так это олень. Не надо нам. Убийцы и воры. Все до одного. Сколько вы за сегодня уже прикончили? Ух ты. Всех. Смотрите-ка. Всех. Ну и скоро зима скоро. У нас какие же будут проблемы и хлопоты. Так же будем. Мерзу. А кому-то нужна помощь. На помощь! Не нужна помощь! да мы знаем что тебе нужна помощь сейчас я тебя вытащу и слушай водища тебя загрызут я знаю один лагерь на железному майку и дик ласт лейк спроси реки потел она тебя впустит там людей перебили поэтому людей не хватает нахватит ныть иди давай холодно скажи что прислал сэнд джон дикон они меня знают смотри чтобы тебя не заметили папа папа а я поэтому лагерь уже ходил и за кем-то этот охотился то я за рыжим эти кроссовками ученым а реки я у мил аква лейк да здесь целый лагерь намадов справишься с ними да конечно отбой ну все пора зачистить лагерь е-мое где ты прячешься вау на вау кто-то рядом я надеюсь это все а нет еще парочка ни фига парочка нет 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 отрыл отрыл по а мне так какого представляешь и еще ягоды собирают вот так завалился туда вот я последний не понравился больше всех говно кусок ушел туда за забор теперь надо только сообщить реки реки все готово ну а зачистил лагерь к северу от мил аква лейк скажи митчеллу что может снова играть на улице именно если он хочет стать взрослым пусть учится держать в руках оружия именно если он хочет стать взрослым пусть учится держать в руках оружие вот здесь это так лагерь-то защищена может у них нет хотя это не тот лагерь везде растяжки банки натянуто подожди взял на карте не не показал чтобы здесь что-то было конечно с этого ничего не поймет и и и и и и еще пойдем садимся на мотоцикл туда едем отсюда так не обратно надо для отчетности ехать не это обратно не надо для отчетности остальные лагеря ухты а я все за тика я проедусь да они нас больше не потревожит слушай майк тот парень митчелл не стоит ему пока что ходить на вылазки рано ему еще с этим я разберусь спасибо дик конец связи нет одет снайпер слушай есть работа реки привет ладно заеду конец связи так 2 чё будем снимать твою мать вот почему у меня там так был бай на твою мать и где он скотина больше не будешь стрелять по нам а там помимо этого мы давай вот так вылечим посмотрим что у них есть будет еще бы вот он поправим а вроде порядок на целых 5 а хрени ну-ка давай-ка посмотрим что там у нас папа куда она ведет окон то пока и непонятно куда ведет есть домик а в домике гномики либо реки вот один из двух должен быть лучше пусть будут гномики одних вреда меньше прочитать табличку прочтем и вот сегодня я узнал давай вот он взял книжка как эта брошюра вот максимально-максимально вот опять взял пиросинка территория аноматов да получайся я даже не туда поехал ну ладно смотрим что здесь не топлива не запчастей захолустье либо хотя бы бензин предложить он в том сарае плода может быть ну ладно потом может быть по сюжету мне еще сюда вернуться надо будет но пока мы дорожку обезопасили вроде кто-то рычал или мне это показалось так едем дальше куда мне эта тропинка правда приведет не знаю сарае вот этот пока давайте по чудо съедем мы здесь были кстати где мы кофе телезис доставали где меня предали топливо ну вот пустите ли это поди больше и нету да это топливо вот оно было все машины были разобрали полно вот так хорошо давай кого чудо покатимся с этой стороны посмотрим тоже бесполезно да разведываем территорию о которых зовет на на ухо смотришь а вот и первые запчасти смотрим на карту но по идее куда смотрю сюда еще можно проехать посмотреть еще что там топлива мне хватает с левой стороны справа стороны близи неизвестность видео это дамбом и с другой стороны дамбы от которой взрывали это орда вот я сюда смотрю вот и сюда за что ну таких бункеров тут нету так слева справа надо он там под разведать чтобы открыть территорию на запоманенную вот я что-то слышал твою мать подлечим это недоразумение вот медицинская птичка там медицинская птичка неплохо очень даже неплохо что у нас еще есть парочка голуби видим нечем заправиться ну смотрите реально нечем заправиться вот и бегаю потом прямо бандиты черт что меня поджидаете в укрытие давай смотреть что у вас здесь свободу топлива ты не мог принести лучше мне эти вот немножко туда залезть посмотрите а кстати браз бандиты были где бандиты это вот они бандиты значит у них должен быть деталью где-то лагерь есть там там еще посмотреть слезем посмотрим слазим то есть слезем еще никуда не залезли вон она чем михалыч а там и и и и так скоро вечер начнется и там мы уже проезжали туда все открыли местность себе получается все хорошо это все за свет солнышко что ли падать ради солнышко непонятно мне наверное в роли солнышко уступая и так у меня получается жена то может все таки живо остаться это радует радует конечно так это мой бой мимо этого места будем проезжать так что все нормально бандит ой да идите вы лесом разорвались ой да вот двигателла там вы вот и все давай так ну вот порядок сели ну вот развернусь сейчас это не то ли фрики поле нет ну раз вечер думаю вряд ли это фрики так сходим еще посмотрим что то можно подобрать все это замкнутая здесь пространство это такой вопрос как они могли организовать здесь посадку точную или как она управляемую если тут ни хрена ничего управляемого нету и тут закрыта территория да это вот он был охренеть большой мутант громила под него площадка тут заделан я от него мог убегать с той стороны только до можно вот тебе раз вот тебе едва я думал что-то подобрать здесь еще можно встречу и башку подстрелю там козли поехали в этом горы горы лагерь упокоителей вот гниды надо же дар небес я нашел тебе дом брат мой или сестра нашел для тебя тихо знаю я знаю что у тебя мозги спеклись и мы сбокли приложить этому руку что было того не изменишь есть впереди черный дым даже не знаю что это не туда подъезжать поближе то давайте посмотрим так сборища убийц нужно перебить всех до последнего они чё джесси мне очень жаль что мы с тобой так поступили но а а а а а насколько возить много любите убивать на маду а как вам такое подожди поджигать у нас там урон так но он там засел там я там где еще там нибудь о люк надо потом подойти когда зачищу вот так тут еще есть блин блинский смотрим ох и как ничего тебя по всему лагерю бегать и скачать он высунулся не знаю он надеялся найти понятия не имею вон он это последний больше вы уже никого не подкараулить бункер да наверняка у них был бункер все в бункеру пойдем сейчас подожди мышь еще не всех обыскали как мы можем оставить это на произвол то потом потуда вернемся а уже вроде всех опуску нет смотрите как вот этого нет моно лучше бункер 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 я нашел я так и думал ходим еще топливо здесь будет найти вот вот кстати сердце у них расположился так чё тут них нанято не тот провод это что карта пометки хорошо подкик на засады зажигательный двор пепельный болт особое оружие зажигательный был особое оружие так побеги кедра тряпки керосин лом лом надо на него пока давайте-ка без лома обойдемся у меня словно вообще проблем эта игра вообще по идее не продумано по поводу лома этого и я еще не нашел керосин о керосин бензин топлива давайте-ка осмотрюсь грибочки потому что ну там кстати открытое место у меня почему-то видимо был здесь когда-то точно смотрите-ка был а вот и топливо надо просто не забывать где она находится значит в лагере в том не должно быть топлива такая уловочка хотя тоже весел еще не облазил то что надо ну вот порядок порядок и обрез тут у нас чего сорвал все собрал все открыл карту ну белая блин а 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 и а а и компания и 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 помогаем лагеря в каждом лагере свой кредитный счет блин кто-то открывает не уж и заметьте беру миссию только вот у нее не у стального джека жизнь в лагере нам очень нужна твоя помощь как всегда сомневался со мной только что связался джереми джереми гивенс парнишка который приехал пару дней назад он был из той группы что пропало у тумала я отправила его дежурить на болото но джереми не шибко послушный ладно да но что значит связался почему он водище хотел себя проявить сам пошел на вылазку в общем у него топливо кончилось возле одной фермы на северо западе отсюда я отметила на карте отыщи его пока пока он там не убился да ладно я его поищу поехали искать туда парнишку и дико я уверен что мы потуду по пути заезжали так нормально ночь настала неплохо уехать а тут недалеко где-то тут было а чуть подальше вот вы мимо не проскочим давай узнаем новое вот это интересно тихо тишина должна быть понятно интересный на как посюда поеду вдруг там веревка натянута и на ферме тоже на этой уже был эрикки а где именно эта ферма так погоди ты имеешь ввиду ферму лос лейк понял понял конец связи это мне нужно так это видимо он смотрим будем выслеживать кончилось горючее он взял канистру куда что делся джереми сюда ты тварь делся они что он взял я заправиться потом не могу нахер реки я нашел его байк нет похоже он отправился в кэм шерман да он небось на заправке выуживает из торгового автомата шоколадные батончики я его найду вот и заправка ты где парень так я видел их оплива есть заправка же все таки не шуметь ни хрена тихо 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 это человек был значит там человек охренеть на таком большом участке искать человек лежит убитый я сначала думал там зомби прошелся оказывается нет значит он может быть вон там ну наконец то но есть уже вашего нету тут наши ваши есть общие тихонечку такой счет чё я только начал там еще остались так минутку да куда подожди я хочу он того человечка захватить водит там один денежную нему или этом скучно вот мы и разнообразим ее жизнь или его это был он это кажется там кто-то был давай под фонарем почему нет еще когда это мы заберем порох все нормально охренеть и чё так и лежишь не нравится мне это это люди понимать откуда он уходим отсюда уходим отсюда вали гадо он убил он убил а чё вы еще делаете вот так это совершенно случайно в другую сторону вели просто дик просто решил где поубивать господи короче ты сам доберешься бери канистру и дуй обратно в лагерь понял да сэр какой тебе на хрен сэр я дико спасибо сэр он лестнице наверх хочу посмотреть что там хорош такую пункт наблюдательную плана прыгать мы не будем хотя можем да вот так что у нас здесь имеется 1 у тебя здесь точно знаю пристрелил спину нет канистра надо не забыть что где-то в городе есть канистра в городе в городке тупо а ферма там ночь и девочь да тогда помню орда по-моему было еще в начале игры кусавался обходил ее стороной вот так правильно хорошо а тут блин преграда плохо едем по основной миссии аккуратно здесь одна тапа может быть у кого-то веревка убейцы и воры все до одного сколько вы за сегодня уже прикончили что случилось он наткнулся на намадов и они в общем они собирались пустить его себе на ужин бог ты мой каннибал ну я не стал у них уточнять конец связи так что касается тебя слушай парень то добрался ну хорошо макк сказал он даже вызвался дежурить на болотах веришь верю верю слушай мне вот интересно он тебя зовет мэм просто угадал пока реки так я не понял ты чё таки будешь бродить но я тебя пристрелить вот так умерущим доехали минутку прекрасный вид моего кота живут тихо 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 нихрена себя чуть не срезал кстати сумрачную зону выезжаю окна сохранится мало ли чем этого ожидать умерущим 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 пока все правильно сделал месяц побольше разведу Какого хрена? Я нашёл тех, кому могу доверять. Тех, кого это всё не устраивает, как и мне. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав. Насчёт жены. Где ты это взял? Тогда шла эвакуация. Уровень допустила. Четвёртый уровень допуска. Она улетела на базу разведки. Возле форт-рог. Отведи меня. Нет. Я же тебя подбросил. Мы вроде друганы. Базы нет. Что? Год назад. Местное ополчение. Ополчение. Третий раз опять же мы теряем что ли? Как вы можете не знать? У вас же вертолёт из бутылки. Где-то рядом с Крейтер Лейк. Но туда нельзя лететь, ясно? Там блокпосты, ракеты, гранатомёты. Крейтер Лейк. Крейтер Лейк. Знаешь, чем мы здесь занимаемся? Мы изучаем эволюцию заражённых. Она идёт вовсю. Сейчас мы в аду. А дальше будет хуже. Намного хуже. У арктиды писать песня хорошая. Вот бегемот. Так. Что-то могу взять. Иди ты к чёрту, Брайан. Мне наплевать на всё это. Бухарь. Бухарь ответь. Так, обратно туда. Да, Дик. Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком... Мы хотели поехать на юг, но перевал с Антиом был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик, Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня. Ты помнишь, что он сказал? Майк-то? Да, он. Он хвастался, что знает от всех коситропы на сотни миль. Сказал, есть дорога, которая идёт вокруг горы Тилсон. Кажется, гора Тилсон. Или как-то так. Тилсон, Тилсон, да. Точно перевал Тилсон. Да, только нахрена тебе. Стоп. Меру. Чёрт. Ты не поговорил. Она жива. Сара жива. Слушай меня. А у Брайан? Короче, он нашёл её удостоверение. Да, Бухарь. Я... Я думаю, она жива. Дик. Но ты не терял надежду. Ты всегда стал. Ты не сдавался. И что ты будешь делать? Не знаю, Бухарь. Не знаю, но... Еду. Причём очень быстро. Что я буду делать? Искать её. Мне нужно сейчас железную лайку, чтобы то не стало. Иди ты к чёрту, Брайан. Мне наплевать на всё это. Бухарь. Бухарь ответь. Кстати, кстати, подожди, подожди. У меня дополнительные задания есть. Вот сюда могу. Подожди. Вот. Не хватает. Да, Дик. Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком... Это Дико, отпустите. Мы хотели поехать на юг, но перевал с Антиом был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик. Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня. Ты помнишь, что он сказал? Так. Майк-то, он хвастался, что знает от всей коси тропы на сотни миль сказал. Есть дорога, которая идёт вокруг Город Тилсон, кажется, Город Тилсон. Город Тилсон. Давай сначала сюда. Съездим до жены, помянем, поговорим, потом вернёмся. И поговорим с железной Майком. Сэн Джон, я слышал, ты сегодня столкнулся с каннибалами? Привет, Майк. Да, они хотели сожрать Джереми Гиббонса. Боже, браво. Как можно опуститься до такой жестокости, я не понимаю. Знаешь, как говорят, от анархии общество отделяет лишь запас еды на 3. И запасы на шоу же на полушеке. Может, ты прав? Спасибо, что парни вывещали. О, ординетная в краске. О, разберегу его от одещей ещё в это какое-то время. Давай. Хорошо, мой. Тебе виднее. Отвой. Оп. Вот так. Дикон, ты где? Реки, мне, мне тут надо кое-что сделать. А ты потом вернёшься? Конечно. Чего ты, это, в каком смысле? Бухарь рассказал. Бухарь рассказал. Тут не о чем рассказывать. Через перевал Сантьян не проехать. Порядок. Короче, я вернусь. Я говорю, мне просто надо кое-что сделать. Конец связи. Знаешь, все козьи трупы. Давай память. Сколько раз тебя терять можно? Привет. Да. Наверное, нет смысла что-то говорить, ведь я теперь знаю, что ты, что ты не погибла. Просто уже привычка. Просто... Сейчас по шее получится кто-то. Я приходил, приходил сюда и разговаривал с тобой. И только, только благодаря этому я и не спятил. Так что, короче, спасибо. Так, ладно. Все перечеркну. Кольцо. Чего обручайных кольца не носят на левой руке американцы? Только благодаря этому. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. Я тут узнал, что некоторые из вас сотрудничают с Неро. С Неро, которые у нас на глазах уничтожили группу выживших. Так, так это я не собираюсь пока слушать. Вот сюда. Кто сотрудничает с Неро? Я сотрудничаю с Неро. Он не совсем с ним, конечно. С одним индивидуумом, который там. Охренеть. Поживает лучший охотник за головами. Эй, Дикон. Бас. Ох. Сейчас все будет. Буду здесь, если понадобились. Ага, до встречи, Дик. Господи. Вот кто-то орёт. Ладно, посмотрим, что старик мне скажет. Давай, старый хрен. Выкладывай все, как есть, все на чистоту. Опять подашься в Номады. Если продвинуться дальше по сюжету, северные регионы временно станут недоступны. Сейчас согласен. Мне там пока делать нечего. Ну, спасибо за предупреждение. Ты знаешь, путь через перевал Тилсон. Ты как-то сказал. Ничего я не говорил. Иди, я не могу тебе помочь. Просто нарисуй мне карту. После того, что ты сделал? Что сделал я? Да ты на себя посмотри, старик. Кэм Шерман. И что ты там? Нет, ты давай слушай. А что если ты мог бы вернуться назад и всё исправить? Я тогда посадил соорудовый вертолёт с облегчением. Как тебе такое, а? С облегчением. И вот с этим мне пришлось жить. А теперь ты гоняешься за призраками. Думаешь, найдёшь жену? Это если ты найдёшь. И всё наладится, да? Станет прежним. Иди, 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 иди. Не знаю, старик. Не знаю, это цена. Не знаю, это цена. Не знаю. Сам же всё прекрасно понимаешь. Ладно, если я это сделаю, покажу тебе путь через перевал. Не возвращайся. Понял, обещай мне, что не вернёшься. Временно недоступно, значит, я вернусь. Идите в задницу. Чёрт, надо поговорить с бухарем. Отправить железо майкл на юг какое-то время нельзя будет вернуться. Да, к этому только что прочитали. Обухарю пока придётся здесь обитать. Вот и так. Сюжетный эпизод начнётся следующий. Итак, вы выйдете на юг с железным майком и уже не сможете вернуться в Lost Lake. Прежде чем идти к бухарю, сдайте трофеи, закупитесь у продавцов. Если вам нужно кое-что и снаряжение. Мы тут засались за жалкой кучки, упокоитель. У меня вроде всё есть и снаряжение. Нашивку даю. Охренеть. Вот зимой. Мы были на Фервел Ридж. И видели фриков. Тысячи, тысячи фриков не сосчитаешь. Да, я помню. А я всё думал, что те, которые остались, все мы теперь бездомные. Кучка жалких беженцев. Да. Мир теперь их. Мы выживем. Это мы наловчились. Выживать. Не жить. Да. Как говорил наш Джек, не важно точно знать, куда ты держишь путь. Но очень важно знать, куда вернёшься. Мы как-то никогда не говорили, почему всё ещё носим цвета. Хотя такие вещи в этом дивном, дерьмовом мире уже ничего не значат. Да, привычка. Последние два пса на земле парни из Фервел. Ну да, байкеры – самые крутые бродяги на разбитой дороге. Именно. Это уже почти как настоящий бренд. Да. Мы много к ним были, но брендом никогда. Когда уезжали из Фервелла, без Сары, без Джека, одни. Я знал, что мы оставляем всё в прошлом, и теперь у нас ничего не осталось. Кроме этого. Опять поддаешься в намады. Да, похоже на то. Намад, намадов. Пипец. Ну-ка, Джек, иди-ка сюда. Он собакин. Если она жива. Ты её найдёшь. Да. Вот и попрощались. Дик, ты готов? Да, Майк, готов. Встречаемся у ворот. Не заставляй меня ждать. Да, конечно. Как скажешь. Так, издает рофеи. А всё, уже ничего, да? Ну, поехали. Привет. Майк поведёт тебя через перевал? Ага. Ты правда думаешь, она жива? Типа миллиарды погибли, а она осталась жива. Но мы же как-то выжили. Если я сдамся, если я не сделаю этого, тогда я стану таким же, как... Как мы, да? Как железный Майк, как бухарь. Лагерный, так нас зовут, да? Да, нормально, успокойся. Иди. И отыщи свою женщину. Вот ты мне не враг, молодец. Ладно, я пойду. Умничка. Поддержала меня хоть. Бухарь поддержала. Ты, чё? Найдёт все парни ещё. Бухарь, нормально парень, приглядись к нему. Слушай, знаешь, что я думаю, дико. Я думаю, что здесь просто страшно. Ты боишься быть частью чего-то. Ты нам нужен, и тебя это пугает. Прям до усрачки. Мне жаль. Да, и мне. Уедешь, не возвращайся. Жаль, не жаль. Да, не терпится отсюда убраться. Давай, нам сюда. Ладно, показывай дорогу. Чего ночью-то ехать? Сколько для вас сделал, а ты ещё и не возвращайся по итогу. Мы с Джеком разок рыбачили. Ну, тогда ещё. Да? Он поймал одну, и не знал, что с ней делать. Да, Джек такой. Он вас держал в узде. Вы, конечно, много чего натворить успели. Но вроде обошлось без убийств. Преднамеренных. Мы никогда не стреляли первыми. Блин, почему нам на пустыку? Почему не на машина? Там же безопаснее, не на машину. Знаешь, сколько сюда съезжалось туристов каждое лето? Немало. Тысячи. Не сосчитать. На шоссе стояли впритык внедорожники и автофургоны, а в них сидели мамаши с обгорелыми носами, папаши с пивным пузом и их сопливые дети. Радуга из панам, шлёпанцев и гавайских рубашек. Ползли по этой дороге всё лето, как разноцветные муравьи. Из Лос-Анджелеса, из Фервелла, отовсюду, без остановки. Хорошо, что я сюда не ездил в это время года. Так, а я там же был. Да, был. Интересно, если бы я здесь сейчас не прострелял бы всё. А мы с бухарем, по-моему, здесь и защищали. Потом в любом случае нам пришлось бы... Точно. Мы же с бухарем здесь хреначили. Помощь нам не помешает. Чья? У меня нет выбора, Майк. Ага, понятно. Иди за мной. Да, ладно. Мне пешком, потом надо будет, да? Лимон, ты стыкнул и всё-таки будет. Статив на кладбище я больше не езжу. Блин, так-то вот если, по идее, взять, игра-то так-то долго. Здесь я вроде бы как уже и не был, или был. Не был, смотрите-ка. Господи, ещё одна такая карта. Нихренад у меня протащил. Ай-я-я-я-я. Ну, тропата, кстати, почему-то расчищена. Пишли. Всё, дальше я не поеду. Держись этой тропы. По ней ты спустишься прямо в долину Даймонд Лейк. Ну, удачи. Не хворачивайся, и твоя жена жива-жива. Ну, может быть. Ты опять негативно спроси себя. Что хорошего, если все остальные мертвы? У меня сорвать минулась. Пока есть надежда. Закрой дверь на кухню. Открываем местность побольше. Я бы мог бы и там бы, конечно, пролезть сразу же. Но тогда местность бы не открылась. А мы сейчас открываем, ее хоть или нет. Блин. Вот чуть только он сбился. Все, я понял, ни хрена. Вот так, значит, и будем действовать. У меня вот это прямо линейный суток. А лишь не отвернуть никуда. Чем хорошо, допустим, готик. Тем, что у кого захотел, куда пошел. Мы поедем именно по тропе. Поворот. Это 200 метров. Попать-пасть, сверну. Не доеду. Он пойдет в тропинку, например. Вот тропинка есть. Да. Загнали меня в рамки. Ограничили бы сейчас пока что мое пребывание. Ну ладно. Как вот я не займешь на вершине, как по-любому, как у метрища. Опа. Доехал через перевал. Вот они, новые территории. Если ты жива, я тебя найду. Я опять стреляю. Мэйдэй, мэйдэй, капитан Коури, вы слышите? Мэйдэй! Никто не слышит. Черт, попробуй еще. Что там? Что происходит? Что происходит? Мне тоже интересно знать, что происходит. Так, не откроешь. Так. Чувствую, что кто-то булькот. Человек лезет. Так. Черт. 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 Носкор. уйди господин да уйди вот так от у на убил спасли вас людишки все парни расслабьтесь он уже подох но ты крутой рядовой а как тебя сюда-то занесло как перешел через девяносто седьмое да он твою шкуру спас полковник же приказал сторожить все подходы из севера и с юга вот я и слушай успокойся ладно давай с этим капитан разберешь ты молодец ладно да он он только что шатуна завалил идем с нами лагерь рядом с даймонд лейк удаляется без припасов и как бы я загасил дается туда идем годится а флорес нельзя его бросать ты по карауль а я привезу горючий нет слушай путь здесь возьмешь его патроны а я быстро хорошо вот куда я попал погнали в виде тихо-тихо-тихо ну-ка дай-ка блин и мнение глядеть сейчас понял как говоришь не шутское ополчение ты мне главное что корчи дают если для этого надо ходить строй и поговорить есть ср мне не сложно и много вас тут в этом лагере человек 100 может больше трудно сосчитать а вот на базе народу гораздо больше ясно что это хорошо ну насчет ба можешь особо не надеяться волковник сказал чтобы никакого банибар 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 короче ты меня не так понял я ищу группу людей среди них женщина это знакомые мои год ну-ка ну кстати да открываю почему только блин заснежен назад вместе в дороге были они ехали со стороны silver lake и по идее должны были остановиться в одном из лагерей беженцев ну может не год может больше тут хрену следишь-то за временем в общем я чё спрашиваю не могли они у вас оказаться смысле вы из лагерей нера никаких беженцев не подбирали но могли я говорю у нас большая армия спроси капитана он сюда ехал через олочеки может он знает капитан и блин чем-то на средневековье похоже ну блин мне вот это нравится чисто пол такой доложи он был у нас уже в руках байки вы нашли еще дымился но упустили да нет сэр то есть да упустили на нас там шатун попер а малинс и флорес флорес погиб капитан малинс сторожит понял капрал берега речи гони к мальницу что делать знаешь да сэр не хоронят это если бы не он мы бы все там полегли я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег сэр капрал давай валя отсюда поправа как у них капрал вообще посмотреть дико начинам будет американские чины капитан дарри коври что ты не так все нормально я просто как-то устал уже много дней все для этот раз он сказал вы берете людей записаться хочешь я думала сесть где-нибудь до лагерь найти что возьмете давай только я боец идем они почтальон это самый главный факт на какие условия я сюда трудно сказать быстро теряешь снаряжение в лагерях давали поручения я выполнял в основном охотился за головами или людей всех я был известен как человек который может кого угодно выследить какие лагеря где они ну задали на фарвелл неважно их больше нет их разгромили раз он сказал вы видели что случилось с лагерем silver lake уцелевшие были несколько это на бабу насел вот держи-ка это деньги ополчения за спасение бойцов их тут везде принимают хорошо хочешь к нам жди здесь мы скоро будем выдвигаться подвигаться на кольцо ты вроде говорил умеешь следы искать ну так у нас тут не одишь порядке армейским точно потянешь на пон взять решили я тебя возьму но присягу примет полковник присягу будь с нами поможешь и я тебе отведу я понял кольцо откуда у тебя кольцо господи у этого ублюдка мое кольцо он отобрал его у сары он отобрал его потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала значит она где-то здесь этот наполченца не похож посмотрите у нас с кухней ни хрена себе вот тебе доверие повышен давай-ка поговорим с тобой чё ты как-то не очень похож на молчала и тейлор зови уэйдом дикон сэн джон них ряда себе дикон сэн джон у тебя папаша проповедник что ли нет охренеть вот ведь и походу водища был не так давно я тут встречи с полковником электрон я ищу человека мы были вместе в пути тут никого похожего не видел нет друг но выглядит зачетно я такой вдул пойду я друг не на осмотр будут типов шеи искать удачи тебе дикон сэн джон охренеть имя только удивят совсем упоротый он бы не запомнил сара даже если бы она пороже ему дала куда ты делаешь здесь где-то здесь может в этих палатках а комиссия то нет среди механиков делать нечего она отвертку от гаечного ключа не отличит надо быть здесь лазарет учитывая специализацию ей там самое место так ведь нет не здесь поправляешься у кого здесь заглянем в эту где-то что-то нет никаких бумажек не валяется отсчет здесь это уже нет а нет вот смотрите бумажка валяется служить и защищать у нас сары не было детей потерять ребенка это но потерять ребенка да ну и не иметь детей тоже не сахар здесь у нас что тоже понятненько это полоса хочешь пробежать ее еще раз вот так давай принцесса иду я сиду сжать дети клоунов ее точно нет и долго такое может это что такое даже если она здесь она не стала бы играть золотиха с этими уродами кстати вот сидит девушка или парень извини окрестностей тогда а деща действительно все выжила хочу наглость проявить и пройти перед строем другой будет там башку бы свернута поджог ников таких бы надавал а здесь я все-таки его по и сделаю папа и прошел и ничего наверняка в этой посмотрите наверху есть что взять сейчас выйду до постреляю осмотрюсь что-то я думал вас чистокол то прям со всех сторон у вас к воде он примыкает сара сара ты здесь счет не здесь черт ее нигде нет я здесь нет надо конечно не могу уже все быть так просто привет руми да слушай мне интересно а как тебя забросила ну так далеко от дома я изучала театра альбиноса местном колледже ухо флик попала туда как студентка по обмену из йокогамы это в японии я догадался ну да в общем как ты сказал далеко от дома я слышу хорошо давай так здесь нахожусь людьми разговаривал скоро выдвигаемся не передумал да с чего бы ответут потрудился так малость но в отличие то 2 тобой кого-то вообще супер-пупер кстати надо было посмотреть может здесь есть прокачка байка ну да в общем нормально если хочешь в ополчении покажи что ты вроде постарайся не отстать о чем не нормально то есть еду еду так что там такое произошло вроде похоже на лесной пожар но там в небу глины то есть деревья сначала срубили а потом уже сожгли зоркий глаз мы зовем это мертвой зоны я так и думал все здания тоже сжать чтобы фриком было негде спать я сговорю я водящий не первый месяц так это вы и хотите сделать смысле оболчение решили спалить все дотла мы ведем войну сэнджон ради победы мы пойдем на все войну а что это если не война ты знаешь что такое атищи ты видел орды остановить их может только одну армия конечно потом не хватит будет мало мы это продумали если полковник тебя примет узнаешь спрашивал про уцелевших из сил верлейк ты кого ты ищешь нет не совсем то есть в общем я пересекался водища с группой ребят думал они могли осесть в том лагере нет нет я конечно выслеживал раньше людей но они на таких расстояниях ни одна награда этого не стоит не отстал же я тебя и поэтому приехали вот у меня привел старик негодный понятно капитан здесь я сюда сам хотел вернуться вот и ждите меня расчетное время 6 не понял я буду в 6 часов пора бы начать разбираться виноват сэр все иди из глаз моих слушаюсь уголек шоком он нашел чего сколько этот вас васкис у вас пробовал недели две или три времени терял это что у вас были проблемы с поставками ну там мародеры ну да понятно ну чё дальше пешком идем а чего это с того что васкис что-то мутит из байка след не возьмешь ясно давай рубирует за мной чего начнем ну следы искать нет смысла их уже снегом замело идемте надо заглянуть в эту хижину иди я за тобой ниже чё тут ухти твою мать сатанисты улюблены так пригодится исследуем говорите он украл пайки и боеприпасы этот боек наполовину съеденный судя по всему ваши люди застали его врасплох байк стоит на месте значит он ушел через черный ход пока где этот черный ход тоню стоп смотрите пошел чего до ограда порезана не ржавая недавно порезали да идемте сюда так это чё у нас как будто ромашка вот здесь сейчас будем и постойте к вот смотрите следы да какой-то помет сюда стоп погодите нашел что-то до гильзу новенькую он остановился и в кого-то выстрелил идемте сюда осторожно вижу но я что-то голос поменьше будет вроде это последний похоже на то берем мясно не пропадать же мясо конечно мне еще надо сейчас залечиться так мне нужно его рассмотреть да сейчас мы уже спорим и рассмотрим вот алине это прибил в любом случае не салками драться пришлось бы человеку вашему было маловато пайков попал четко в голову на повал волки услышали выстрел и молень был нужнее чем вас кису да другие волки прибежали к нам с той стороны с востока думаешь они гнали вас киса один охранял тушу вероятно пойдем проверим догадку у вас тут много волков водится незараженных смысле патрули видят почти каждый день в моем детстве в оригоне волков не было койоты попадались на час волки правильно повторю меру и тоже муку вдохновод и фермеры и лесопромышленники зато теперь они тут располагались что не бежишь беги вы следить дезертира и теперь дезертир стоп 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 что такое это рюкзак один из наших видимо его почти догнали и он бросил груз чтобы бежать быстрее нет нет чтобы выиграть время упал на жопу хотел отползти но тут волк прыгнул вас кис его завалил два выстрела ты все это понял да да поднять свой авторитет среди вас там что и прыгнись на фрике захоронение на орда когда можно догадаться почему баскис пошел сюда давайте обойдем а там еще что-то даже есть сюда все все я здесь если честно мне надоело убегать и прятаться от этих тварей да было дело главное не стоять на месте если хочешь слушать в ополчении нужно думать только задача задачу сейчас не фрики когда ты водишь и убивать фриков приходится так уж миру стоит давайте отойдем подальше от этих могил погода холодная они пошли уже обычно но трупы они замельчают часть нашей стратегии находить захоронения раскапывать и сжигать трупы ну удачи вам с этим делом я таких могил видел сотни причем только в этой части штата на душу с чего не знаю а то все это сомнительнее туда же на восток впереди дорога подождите секунду потом не интереса знать за трактор желтый трактор что скажешь кто-то еще его ищет да вроде нет ну либо он уже труп либо у него много друзей видите следы от колес тут проехали байки много байков на жизнь не потоптали пошли по следам этим что много тебе только что сказал говоришь они вылезают в холодную погоду да они это любит холод снег дождь даже просто тучи но я уже понял ты фриков знаешь доберемся до штаба и я сведу тебя кое с кем с кем полковник расскажет если примет тебя да да вы это уже говорили слушаем кого попало не берет просто не хочу обнадеживать за меня не переживайте мне по большому счету все равно диктофон находки находки данные мира я даже не заметил какие полевые заметки взял понятно поправим уйдем и стойте слышите это со стороны лесного поселка он есть на к вам байки значит и у вас киса он отмечен пошли если показалось что у вас кистом чтобы ты сделал но он не один это видно по следам да какой у вас наказание за самоволку казнь через повешение чуть-чуть же отошел могли бы сначала предупреждение кинуть не знаю чего-то я покидаю район а где-то их слышу чтобы не делал сюда мы пришел ладно узнаете своего да вон он ну что могу сказать как то вы фигово на выбранцев проверяете он тут явно как дома подождем здесь вызву подмогу дерзкая попалась пишет и какая это мы посмотрим да ну нахрену как-то не могу смотреть как издеваются над безоружной бабы я дал тебе приказ приказ чудом не красная повестка вы мне пока не командир сидите тут если хотите не бойся на вижу черт патронов мало ничего страшного и по потолу что он не хватит на всех отступает отступает конечно пока ты догадливая а еще и перебегаю из куста до вкус пойдет так да и пусть спасибо вижу там все ходы закрыты вот так давай это по кому-то в стрелях вижу подожди мысли ты ранен хотя чего не убил что давай посмотрим разберемся с вашим бойцом топливо неплохо только подожди есть одно нас пока здесь это вдруг еще кто-то остался молодец я хочу помочь иди-ка ты нахер помощник ладно я в сторонку отойду пусть бежит женщина мы не с ними ладно ладно дети что сейчас было ну вот хулигана девушку обители воскрес мертв мертвее некуда мы прибыли направляемся главным воротам подожди оставайтесь на месте ждите нас а как же противники они все нейтрализованы оставайтесь на месте конец а максимум понятно ну и тут подогнали мотоциклы ну чтобы вам пешком не идти это ты правил один капрал ну что скажете я прошел смысле ну вы же меня типа проверяете везде него ты спрашивай как я прошел да ну какие уж там у нас проверки сам видишь мы так гребем к себе всех подряд да да ты прошел ну и слабенько и мальчиком прикинулся уже хорошо но едем к полковнику да поехали почему бы и не ты знаешь как выглядит паек знаешь как проводить разведку знаешь что такое тактическое перемещение я стараюсь не афишировать а то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех кто раньше носил форму в армии я был в десятом горном отслужил полный срок в афганистане ну а вы где военного всегда можно узнать по выправке ни у кого из ваших бойцов ее нет только у вас говори уже зоркий глаз я служил в арегоне жене от ракетных шахт я был в отпуске представь себе повезло пока связь не пропал и каждый час получил донесение со всей страны мы ждем тут сильно досталось и как вообще подожди я тебе кое-что покажу кроме той орды пока вроде не видел их бывал в этих местах да я жил чуть к северу отсюда городок фэрвелл знаете нет захолустья в ожидании конца света ну да тип того значит ты здесь бывал да бывал несколько лет назад заезжали сюда с женой в медовый месяц в общем фото есть ну жены твоей мою звали к и 12 лет прожили в общем давно это все было да ну и так-то не спросить напрямую по-моему это значит вход воспрещен они не это нас не касается потому что мы не умеем читать потому что нам плевать на закон говори за себе после вас на через колючку знаешь делать свою даму соучастницы это как-то не камельфон что это по французу опять купилась извини пожалуйста господи увиделась я не свое лицо будь у меня мобильник я бы тебя сфоткал в кое-то веке я рада что его у тебя нет ну ладно не начинай опять а я то что сам об этом заговорим а ты продолжила природа цветочки все прямо-таки благоухает учета молчу куда мы идем и запрямок это недалеко правда водопады и быстрее то не идет нахуй видела бы мама как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера не знаю может там холодно надень свитер порадовался ничего бы она не сказала и ведь вроде не хотела им про меня говорить нет нет я же тебе ничего не предъявляю я вот своему старику тоже не сказал это потому что твой отец умер ну да и это тоже куда мы понимаем гораздо интереснее сказал ли ты своим ребятам что встречаешься с правильной девочкой и светло они с телка из того стрип клуба в котором вы живете так так секундочку во первых мы не живем стрип клубе то есть у нас там пожизненное членство это правда но мы там не живем а во вторых неплохо членство сказал им до клуба представь себе ну да от чего ты удивляешься твоя ученая степень всех очень заводит ученые степень не только бухой гуны слабит я в курсе все серьезно пошли назад мне правда завтра рано вставать подожди я сама стул немножко и как там на работе ты же мне ничего не рассказываешь я просто этот проект к нам должны берешь менеджеры из нью-йорка будут нас курировать а еще у нас строит новую лабораторию но даже не объяснили мне для чего она и план не показывает я-то думал ты не хочешь об этом говорить извини не просто да ладно это ерунда чуток интересного что помог мне от всего отлично да нет проблем человек принято воспоминание то должен быть красивой да смотри-ка и правда она плена фирма тут еще он сетка ты посмотришь дашь нам пару советов ну по выращиванию обратишь свои знания в полезное русло сейчас я поняла ты на самом деле не это хотел мне показать нет конечно иди по тропе мы уже почти на месте на как бы сторож бы вас не пристреливаешь на по итогу наш гулянь опять ты меня подловил жизнь меня ничему не учит нет а если ночь мне не тоже нихрена витя на смыть какие звезды обалдеть посмотри так красиво в лунном свете мы уже почти при столько что хотел сказать что ты не ну не света было бы если бы так солнце света и люди смогли бы увидеть мир вот таким как есть в каком смысле знаешь какой звездное небо у нас звездное небо очень звездное небо ясно ты опять прикалываешься ты ничего не воспринимаешь серьезно я всегда совершенно серьезен хо хо ну да правда нет не правда помнишь я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе а ты сделал вид что это шутка такая не так все было я сделал вид что не расслышал это большая разница видел бы ты свое лицо вот у меня есть мобильник и я тебя зафоткала показать слушай ты же ученый давай вести себя рационально во первых я просто предложила подумать насчет того чтобы жить вместе мы бы чаще виделись и вообще это логичный шаг что тут нерационального у тебя дома моя зубная щетка ой извини действительно ты прав ты ценишь наши отношения вот ты знаешь сколько стоит хорошая щетка вот видишь опять ты за свое любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку ха ладно слушай нам правда надо это обсудить мы обязательно обсудим но просто подсобудим я хочу тебе кое-что показать ладно видишь голышом под водопадом ночью зачем я тебя сюда позвал обалдеть как красиво тебе нравится конечно да но тут любому понравится я тут тебе спросить хотел ты бы что я но короче ты согласна на двух условиях говори во первых никакой байкерской свадьбы где-то клянешься залезать на меня так же часто как на свой мод а сама скажу обещай что никогда меня не оставишь идет неужели ты мне клубный перстень на палец на него что он взял и надел углу перстень на клыкастенький такой грозят свою цепочку символ истины любви это собачий череп а что здесь написано кто из нас тут учил латынь ну что но это морю инвиктус смерть прежде поражения мне это нравится но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь то есть это конечно красиво это ведь мой перстень что-то попроще можно без клыков ну конечно хорошо вот он мобильник который портит моменты да ладно ничего надо ответить давай али тут уже и смотрите я приеду все нормально просит приехать сейчас приехать вот прямо сейчас среди ночи очень надо с меня причитается ладно ладно идем обломались он нахи чтобы выстрелить мою жену звали бет и фотки не осталось идем идем нет это не камень воспоминаний ух ты чё поменьше до прочность больше 80 процент поехали случай не понял вы о чем ну нет фотографии ни жены ни родных и почему типичный раньше все пользовались смартфонами там хранились все фотографии как телефоны накрылись и облако накрылось все снимки пропали ну логично я как-то об этом не задумывался у моей жены керри отец был фотограф старой школы лаборатория раствор и все дела не хотел принимать цифровую богу если бы не он и у меня бы снимков не было я их терпеть не мог смысле мобильник проехал все ходили уткнувшись в них носом и ничего не видели перед собой у меня мобила не было интересно и как-то обходился у меня была своя мастерская а в ней последний стационарный телефон фирмале наверное да я примерно такой же динозавр а киты а потому куда приехали в лагерь но этот остров вы смотрю серьезно подошли к делу полковник считает что мотивация и дисциплина это ключ к успеху давай ноги переставляй быстрее я просто не могу топай вот такая мотивация до на юге острова трудовой лагерь для тех кто не годен к службе некоторых требуется стимулировать понятно ну да арабский лагерь идем за мной или здесь бунах и всех поднимись вон туда удачи сэн-джон подожди сначала я хочу посмотреть наркошка какой нахрен проповедник чё ты заладил да шучу я чего бабу ты нашел что ну бабу ту про которую тогда спрашивал нет снимаем побрякушки часы все такое кладите сюда ладно чё спорить буду сейчас разбежался новобранцам вещей не положено тем более их все равно сопрут давай выкладывай собрёт конечно нашел лохов смирно бойцы вольно мы не рады случайным людям вы приняты по приглашению завербованы моими соратниками когда будете отвечать первым делом представьтесь начиная с фамилии на это так затесалась имя и штату как сколько человек ты убила отвечай на вопрос пошел ты все мы здесь совершали вещи постыдны чтобы выжить уцелеть всевышний это понимает всевышний прощай но мы то нет но у этой женщины на лице лежат печати сатаны тюремные татуировки свидетельство того кем ты была и кем осталась именно такие как она своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев господа еще не проповедив дебил помеха шинах в трудовой лагере какой-то губник наркоман зомби который скорее всего утону вывели нет сэр я не сидел в тюрьме никого не убивал ничего такого я я умею умею стрелять у меня папа в детстве брал на охоту рядом скломат фоллс мы там но ты сынок сына 5 сен-джон дико да я умею стрелять на матках вижу покажи правую руку 10 горный ирак афганистан служил с честью только не ври я пойму один срок служил с честью и ненавидел каждую минуту 9 заповедь молодец надо меня приняли надеюсь правую руку клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых соединенных штатов от всех врагов естественных и противоестественных всеми силами помогать своим товарищем и беспрекословно выполнять все приказы боец клянешься ли ты давай клянусь может как-нибудь перестрелить его на полковнику я второй тучок видимо его впечатлили твои навыки я много времени провел водище с фриками обходиться умеешь да сэр я знаю столько же сколько все сэр славно славно заходи пусть док тебя осмотрит этому всегда за где мои стволы то это у меня все забрали пусть хороший сердце сильное тут нехилый ожог как это вышло на этот оладий жарил кто перевязывается нас там аль неплохо спасибо рука нужна повязку не снимай усек амига да да я понял через пару дней пусть зайдет на осмотр ладно но док к службе годин лоруен задачку поручить можно нет я тена новее он уже занят я понял я зайду к тебе не пойдет мой кондиоз удача мига идем сынок блин я не терплю нарушение субординации когда офицера называют ведьмой но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключением газа я делаю исключение потому что всем то еще жив у готова на своя роль ты веришь в бога сам дебе на тему не задавался самое время задуматься мы часть его замысла все мы поехали вот это книга я еду домой андрей круз было где они попали так как ты как же не норманы подожди сэр вот и ну короче колен служит он вам не было видение неправедник конечно как описано в ветхом завете не взял свою игру снится ли горящих кустов просто я проснулся однажды утром до того как на мир обрушилась божья кара и понял это то самое место крейтер лейк уизард айланд я называю нормалы мормоны мормоны вот кто были мормоны да то есть да сэр ну про него же все слышали все ли ты удивишься как мало людей читали библию или книгу откровения вы имеете ввиду книгу бытия проноя было в книге бытия са да конечно вот лишь неграмотный какой ты а я тебя поправил подловил она что-то нихрена не знаешь не можешь не надо привести тебя в соответствующие расскажите но нормальной формы у нас конечно нет как это не печально сейчас что-нибудь вот ну-ка примерь это чего шапка вроде как раз а это если не возражаете это подарок от старого друга старого друга да друзья теперь мало у кого оставить уж точно ладно боец но только спрячь и не носи ты теперь из наших но без проблем вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми но раз капитан каури отрекомендовал тебя как человека опытного мы тебя повышаем сразу до капрала составляю тебя сынок спасибо сэ но подыщем тебе работу подыщем работу работа работа только ваша еще не хватало о чем вы рассказывали про ковчег сэр то что ты сейчас видишь лишь малые части у нас за спиной целая сеть пещеры тоннелей которые тянутся до самой вершины когда мы закончим они будут заполнены тысячами семян растений компьютерных файлов и книг даже если мир умрет наши достижения в медицине науки и технологии не умрут вместе с на нахрен никому там уже это будет лишь помрел ниже логики твой этот остров не просто копчег капрал это твердыня это крепость здесь у северных ворот мы складируем боеприпасы чтобы начать наступление на фрик у нас есть винтовки гранаты пулеметы гранатометы есть оборудование чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров вы припасы делать это даже нервно механическая часть если тебе нужно починить мотоцикл обратись к дежурному хорошо и как видишь за счет того что осталось от национальной гвардии мы строим свой парк грузовиков и других машин после того как мы расчистим магистрали мы начнем заново отстраивать дороги и мосты ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов но на шоссе она вам не поможет не остановит орды сэр мы в курсе капрал орды до орды это проблема совершенно иного уровня но у нас есть замысел какой замысел как сказал бенджамин франклин проваливая подготовку вы готовитесь к провалу мы не допустим как она сама проваливаться без вашего ведома ворот и они готовы выступить по моему приказу эти палатки вместе ли сотни мужчин и женщин таких как ты тех кто клянется посвятить свою жизнь борьбе но тебе я хочу дать особое поручение чтобы выполнить его нужно нечто большее нежели умение выживать и пользоваться оружием ты готов сынок но я готов да сэр сделаю что прикажете ты спрашивал как мы победим орду я тебе покажу покажи сынок усатый хрен вы как лейтенант лейтенант помещу за тоннеки я рисована на поляшке ацетона бухнул инженер химик его задачу взрывать все на делать оружие и джеймс и межон диком армейская хрень у нас для показухи правда же капрал сэнд джон под командованием коври если вам что-то нужно водище обращайтесь к нему еще как нужно сейчас дам ему список на чем работаете над загустителями смеси нафтеновый и пальмитиновый кислот вы делаете напал да да чувак рубит в химии да просто догадался я не мешаю да не а полковник уже почти получилось почти хорошо очень хорошо куда вы дальше к ведьме нашей вы свободно летит опять как бы ты ведьма не оказалась моей женой еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров не стоится почему ночь уходим основал не хотели еще один на место я верю в проект лейтенанта литра сейчас увидишь может стать нашим ключом к победе на кого-то бог появился из ниоткуда вот все что было указано заявки жена моя нет по татуировкам то ну-ка прочитай на руках ингредиенты хлор хлора форм пошел вон ну что мне делать самой что ли за сырьем ходить вопрос решен лейтенанту и такер он из подразделения кори сумеет достать вам что прихожете прочитай что прочитай ты как читать умеешь ингредиенты хлороформ матер пенеол бензиловый спирт пойдет когда он может начать но доходь сейчас не буду вас отвлекать надо поговорить оставь нас сара стать смирно чё думаешь подслушивают нет планет не здесь на сейчас на еще историю не игры ломаешь сейчас нет ты погиб чего бы ты погиб кто тебе сказал ты не можешь быть жив на хрен там все хорошо подожди я я не понимаю я не смогу ты не выжила и я нет они прорвались походила на снеграм или ты кольцо отдала послушай можем уехать прямо сейчас без оглядки давай нет нет дико я не могу почему тебя силы здесь держит нет ты не понимаешь война же идет разве не видишь и мы можем в ней победить я не воевать сюда пришел здесь я нужна я могу принести пользу я же не могу так уехать мое место здесь и ты можешь остаться здесь со мной помочь мне за хрен происходит а потом все что скажешь мы поедем куда ты захочешь полковник вызывает слушаюсь мэм ладно мы сейчас разберемся чудо хрень происходит возьмите список спасибо боец вот так это кепку там никто дран удрали все что есть лекарственная микстура я помню капрал сен-джон вызывает лейтенанта уивера сен-джон вызывает штаб заявки указано ртуть есть идея где ее можно достать на месте выходи на связь есть если полковник не слышит давай без вот этого вот есть сэр нет я не старик что кто какой еще иди пью ну чтож на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии увидимся следующем видео пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр